Еще один молодой архиерей Русской Православной Церкви, митрополит, он молодой, но он уже митрополит, значит, митрополит Вологодский Кирилловский сделал важное заявление и вступился за Русскую Православную Церковь в веру нашу православную, о чем я сейчас хочу рассказать, цитируя Клирик Ньюз, новости прошлой недели. Это все в октябре случилось. А сегодня у нас 1 ноября 2024 года, пятница Голгофа, постный день, и о вере, о церкви, о митрополитах, о проблемах, значит, о христианстве самое время поговорить. Потом я перейду на новые темы. Миграция там, отдельные случаи, поговорим про Турцию, про Испанию, про Грецию, тоже будут интересные видео. Итак, митрополит Савва Михеев, которому 10 мая следующего года исполнится 45 лет, то есть он родился в Перми 10 мая 1980 года. Значит, митрополитом Вологодским и Кирилловским он назначен 25 августа в Успенский пост в 2020 году, в пандемийный год, в разгар пандемии, 20-й год, лето уже было. Успенский пост. До этого, значит, он был настоятелем много лет, 7 лет Новоспасского Ставроперегиального мужского монастыря, богатого, большого, мощного. Я там был много раз, Новоспаски Ставроперегиальный монастырь. Вот он там был больше 7 лет настоятелем, наместником. Поднял этот монастырь, создал и его раз перебрасывают на высокую должность епископ Воскресенский, викарий, патриарха Московского и всея Руси, значит, Кирилла. То есть по административной части пошел. Потом он был первым заместителем управляющими делами Московского патриархата. 5, чуть меньше 5 лет был. Значит, тоже приличное время. То есть потом он был всего полгода, с февраля по сентябрь, 13-м управляющим делами Московского патриархата. Это высокая должность. То есть опять административная. И потом, как обычно, как это сейчас, к сожалению, принято, чина епископа, его сразу, оп, 14 июля 2018 года, то есть в возрасте 38 лет, его сделали митрополитом Тверским и Кашинским. И он пребывал в этом чине, значит, один, так, два года, один месяц и 11 дней. Значит, мало времени совсем. Два года, один месяц, 11 дней. Это ни о чем. Вот он там посидел, значит, эти два года с небольшим, в Тверской и Кашинске, Подмосковье, считайте. И запихали его, отправили. А это так называется, когда тебя из Подмосковья, после всех таких больших должностей, управляющий делами, первый зам, потом сам стал управляющим делами. Это все равно, что глава администрации президента или первый зам главы администрации президента был бы направлен в Вологодскую область, губернатором. Это повышение? Нет, конечно. Где Вологодская область и где управ делами президента в Москве? Вот то же самое произошло с ним. Значит, отправили его в 20-м году, не знаю, за какие подвиги, значит, управлять Вологодчиной. И вот он там 4 с лишним года. 4 года, 2 месяца и 6 дней, если быть точнее. Рулит Вологодской епархией. Молодой митрополит. Значит, и вот он сделал заявление. Митрополит Савва осудил появление языческого идола Велеса на горе Мауре. Глава Вологодской митрополии, это пишет Клирик Ньюс, подписывайтесь. Глава Вологодской митрополии Савва резко осудил установку языческого божества Велеса у женского монастыря на горе Мауре в национальном парке «Русский Север», недалеко от Вологды. Священник заметил, что языческий идол встал прямо напротив христианской обители женских слез и рядом с часовней. Об этом он написал в соцсети. Митрополит напомнил, что год назад лично освещал часовню на горе Мауре. Ее возвели в место предыдущей, которая была уничтожена пожаром. Вопрос еще, откуда пожар возник. По его словам, недопустимо, что теперь святое для христиан место осквернено символом язычества, так как тогда, как в Библии, Иисус Христос прямо призывает людей отказаться от почитания идолов, которыми язычники приносили жертвы, а потом становились легкой добычей бессобщины. Ну, в Вологодской области язычников очень много. По всему северу России, Архангельск, Вологда и так далее и тому подобное, значит, язычников тьма тьмущая. У них очень сильное общество, хороводы они водят, костры жгут, идолов своих ставят, столбы эти всякие, и, естественно, на возвышениях. Значит, цитируем дальше. Вологодская епархия не согласна с решением национального парка «Русский Север». Мы против насаждения идолопоклонства на нашей родине и против исторических подтасовок, фигурирующих в качестве псевдосправки. «Лично я сокрушен», – пишет митрополит Сава, – «таким поступком администрации национального парка, которые прежде своими же руками помогали созидать живоносную часовню для молитв». Ну, у нас на то и власть мирская, и вашим, и нашим. Хотите мечеть, хотите храм, хотите языческий идол, да на здоровье, только голосуйте за нас, и все. Значит, митрополит заверил, что продолжит молиться в разумлении всех причастных к установке Велеса, а также будет добиваться демонтажа статуи, соседствующей с часовней. Совершенно поддерживаю митрополита Саву. Что вы по этому поводу думаете? Напишите мне ваше мнение, интересно. Значит, ну, видите, мы их не сжигаем, как они, наши храмы и часовни. Значит, хотя имеем право, наверное, но не хотим раздражения, гнева, чтобы они потом не партизанили и не вредили имуществу церкви. Не отлучаем их пока от церкви, а нафи мы не наводим на них церковные отлучения, значит, на этих язычников, пока даем им время вразумиться. Так что, что вы по этому поводу думаете? Напишите, а так ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео. Ну, а владыки терпения, воли, выдержки, это, конечно, не Москва, это, конечно, не Тверская епархия 40 минут от столицы, это Глушь Вологодская со всеми вот этими идолами и глупыми, слепыми людьми, о которых в Евангелии сказано. Значит, язычники вот эти вот до сих пор в 21 веке. Жду на личном приеме прогноз, как его сделать, куда звонить, что для этого нужно, все под видео. Записывайтесь, идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...